В России стартовала приемная кампания в образовательные учреждения. Абитуриенты уже подают документы в желаемые учебные заведения. Традиционно в регионе готовят специалистов 4 государственных вуза и 45 колледжей. В каждом учебном заведении свой топ популярных специальностей. Среди них и те, которые предполагают работу на селе. Сегодня в списке самых популярных у абитуриентов направления, связанные с IT-технологиями, экономикой, строительством и инженерной специальности. И в них есть потребность, но не меньше запросов у предприятий региона и на будущих аграриях, зоотехников и ветеринаров, рассказывает ректор сельхозакадемии, который готовит специалистов для этой сферы. Каждый год принимаем примерно 20-18-20 зоотехников, 18-20 агрономов, до 20 агрохимиков. Года 3-4 назад мы открыли новое направление ветеринарии, ветеринарная экспертиза. Здесь мы принимаем порядка 70-80 человек ежегодно. Очень пользуются большим спросом. Соответственно, растет и количество молодых людей, желающих освоить данные профессии. Как минимум, половина выпускников ТГСХ идут работать по специальности. Так, новоиспеченные зоотехники Елизавета Редькина и Дуни Мухтарова трудоустроились еще со студенческой скамьи. Я с самого детства любила животных, и когда я поступала, тут не было направления ветеринарии, и я решила, вот выберу очень похожий зоотехния. Я на самом деле не пожалела. Зоотехники востребованы, вакансий много, зарплата тоже достаточно высокая, поэтому найти работу нетрудно. Безусловно, стереотип о том, что сельское хозяйство – это труд в тяжелых условиях, еще жив. Но в наше время реальность другая. Современные агрокомплексы оснащены умной техникой, и работа больше интеллектуальная. Сельское хозяйство, наверное, не очень привлекательно для молодых людей, но там есть перспективы, действительно, и развиваться можно в этой отрасли. Я уже работала в хозяйстве Тверской области, как бы неплохо, и зарплата, да, достойная. По словам выпускников, зарплаты в крупных агрокомплексах у агрономов могут достигать и 200 тысяч. А когда есть такие финансовые перспективы, появляется и абитуриент. При этом растет и количество бюджетных мест в УЗИ. В нынешнем году их снова больше, примерно на 10%. Кроме того, Тверская государственная сельскохозяйственная академия планирует открыть еще 100 мест по программам профессионалитета. В этом году мы также еще расширили спектр на 7 направлений. Впервые за всю историю академии у нас будет не только высшее образование, но и будет среднепрофессиональное образование. Хороший специалист, он получается, когда он проходит вот это среднепрофессиональное звено, потом подходит до шлифовки уже в высшем учебном заведении. Напомним, что в сфере АПК оказывается поддержка на правительственном и региональном уровнях. Губернатор Тверской области Игорь Рудене обозначил одну из приоритетных задач в отрасли. Подготовка квалифицированных кадров, привлечение на сельхозпредприятия молодежи. Работа в нынешних экономических условиях ставит перед отраслью определенные задачи. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сегодня важно использовать введенные ограничения для собственного развития, повышать в сфере АПК уровень технологического суверенитета, создавать условия для дальнейшего притока в отрасль инвестиций. Поэтому область заинтересована в подготовке кадров в рамках как высшего, так и профессионального образования. И чем быстрее, тем лучше. В связи с этим с этого года сроки обучения в колледжах должны сократиться на год. А еще в них добавлено 150 бюджетных мест. В этом году выделено 6439 бюджетных мест. Региональная сеть профессионального образования представлена 45 многопрофильными колледжами, которые подведены на правительство Тверской области. Из них 11 учреждений являются узкоспециализированными, плюс 3 колледжа культуры. И 31 учреждения являются многопрофильными. Что касаемо высшего образования, то Политех в этом году открыл чуть больше 520 бюджетных мест для бакалавров и специалистов. Около 500 сельхозакадемий, медуниверситет 370. Рекордсменом стал ТВГУ. Там за государственный счет будут обучаться около 1000 студентов. Документы уже можно подавать как лично, так и в электронном формате. За подробностями можно следить на сайтах учебных заведений. Продолжение следует...